Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Манутиада. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим расклад, который мне предложила Лея Котова о задачах нашей души, насколько мы идем в ногу с поставленными задачами нашей души, есть ли какие-то отклонения, что может выровнять нас. И у нас будет с вами сегодня три позиции. Камешки. Посмотрим, как лягут сегодня. Так, будет вот так. Зелененький, голубенький и красненький. Выбирайте. Надеюсь, вы определились. Готовы, да? Отодвигаем эти две сюда, в старую ночь. Вот в таком порядке это все будет. Первая позиция. Зелененький камешек. Сейчас я как-то устроюсь. Буду, что-то мне не нравится. Так, наверное. Так, и мы с вами приступаем. Позиция номер один. Давайте сначала мы рассмотрим вообще, какая задача вашей души на это воплощение. Задач может быть несколько. Одна, ну, общая, наверное, для всех – это развитие. Но в вашем конкретном случае давайте посмотрим, что же поставила ваша душа как задачу. И от этого мы будем дальше повисать. Итак, задача вашей души. Прекрасно. Все, все великие арканы выпали. Задача вашей души. Ну, во-первых, шут, колесничий и башня. Начнем с шута. Задача непосредственно сам процесс, да, само движение, само проживание, приобретение опыта, уметь взаимодействовать с высшими силами через доверие, находиться в потоке. Одна из главных задач шута – это расширение сознания. Именно поэтому шут освобождает, да, полностью свою голову. Мы говорим о том, что шут – это дурак, да, освобождает свою голову от эго, от оценочности. И его задача – просто проживать какие-то ситуации и делать определенные выводы. Шут не тот персонаж, который будет что-то анализировать. Для него важно не привязываться ни к чему для того, чтобы постоянно двигаться. Для того, чтобы постоянно, вот здесь идет пересечение с башней, разрушать какие-то убеждения. Общая его задача ни к чему – не привязываться, а просто получать опыт. Поэтому люди, рожденные, так скажем, под сигнификатором аркана шута – это те люди, которые постоянно находятся в движении, очень легко ко всему относятся, с прекрасным чувством юмора. Люди свободолюбивые. И это понятно, да, то есть, ну, я только что объяснила, почему свобода очень важна. И не нужны никакие рамки и ограничения. И поэтому в кубе с башней постоянное вот это, вы знаете, разрушение, какие-то новшества, непредсказуемость. Вот через все эти качества вы будете познавать себя. И при этом вот эти вот два качества, они приведут вас к тому, что вы станете победителем в контексте того, что человек соединяет в себе две противоположности. То есть, вы понимаете, что жизнь – это не черное и не только белое, и не вообще все оценки цветов. А жизнь, она просто есть. И задача здесь не оценивать на белое и черное, а, знаете, здесь как-то вот одновременно совмещать две противоположности, таким образом, чтобы управлять ими. А для этого это все нужно принять сначала в себе, для того, чтобы двигаться дальше. Вот такая вот очень интересная, на мой взгляд, и достаточно сложная задача вашей души, в чем сложность? Сложность заключается в познании как раз-таки своего эго, потому что ум – это тот механизм, который абсолютно все оценивает, абсолютно все анализирует и раскладывает по полочкам. В вашем же случае как раз-таки нужно будет это все разрушать. То есть разрушать убеждения, разрушать какие-то правила, разрушать какие-то рамки. Такое, знаете, некое бунтарство. Но когда мы что-то разрушаем, мы должны еще и понимать, а что мы хотим вместо этого, то есть а что же все-таки создавать будем. Вот здесь вот вам нужно прийти к более такому масштабному, глобальному пониманию того, как устроена мироздание, а для этого нужно убирать все лишнее, да, все, что вас ограничивает именно вот в этом познании. То есть любая оценка – мир создан так, либо мир создан иначе – это есть иллюзия. И чтобы прийти к полному пониманию, что же есть, вот эти вот все иллюзии вам нужно будет разрушать. У вас есть, вы очень подвижны, то есть вот передвижение для вас – это прям жизненно необходимое. Возможно, как в прямом смысле, да, то есть человек, который много путешествует, ну, по крайней мере, передвигается очень много, если даже это может быть в рамках профессии, да, командировки, либо это может быть передвижение в своем сознании, да, то есть это могут быть всевозможные медитации для изучения астрального мира, да, каких-то иных миров, то есть постоянное движение, оно очень-очень важно. И фокусировка, то есть понимание, на чем я фокусируюсь сейчас, да, куда я направляю все свои силы. И как раз-таки познание двойственности в этом мире. Насколько вы идете в ногу на данный момент вот с этими своими задачами души? Давайте посмотрим. Я могу сказать, что вы идете в ногу, почему? Потому что вы было две карты, два аркана страхов. Страхи у нас появляются только в том случае, когда мы действительно начинаем что-то делать, мы начинаем какое-то движение, потому что если мы находимся в комфортной, привычной нам обстановке, мы ничему не сопротивляемся, у нас нету страха. Страх появляется только при движении, да, к чему-то, когда есть какая-то реакция, да, то есть страх – это сопротивление. У вас выпало две карты, да. Одна говорит о том, что, да, то, с чем вы уже боролись, есть привычные страхи, да, известные вам страхи, вы знаете, как с ними взаимодействовать, но вы настолько выросли уже на своем этом пути, что у вас стали появляться новые страхи, достаточно более крупные, что ли, по масштабам. Почему? Потому что вы начали все-таки движение вперед, да, и столкнулись с новыми, с непознанными, более, повторюсь еще раз, масштабными такими страхами, но вы готовы с этим справиться. Как раз таки, когда вот идете по зову своей души. Далее карта говорит о том, что как раз таки в своем передвижении, когда у вас появляется желание познать, именно познать себя, нырнуть глубоко в свое бессознательное, когда вы сфокусированы на этом. То есть вы идете в ногу с задачами своей души, когда у вас появляется такое желание, да, когда вы, я не могу сказать, что вы готовы или нет, но вот когда вы углубляете себя, когда вы познаете, когда вы ныряете, и, как правило, это появляется при взаимодействии с противоположным полом. Вот в вашем случае, да, как-то начинают всплывать пласты, вот эти вот уроки, которые вы должны пройти через любовные какие-то взаимоотношения, когда вы действительно нацелены на них, и вот в этих романах, да, если так можно сказать, вы начинаете познавать, раскрывать себя, раскрывать свою глубину. И дальше выпадает девятка костей, которая говорит о том, что сам страх в вашем случае, да, когда идет разрушение вашего эго, старых каких-то сценариев, да, это вас действительно пугает, но и это вас двигает, то есть это вас мотивирует. То есть в вашем случае страх, он не то, что заставляет вас замирать, либо как-то убегать, а он движет вами, да, то есть когда вы начинаете бояться, вы активируетесь, и тем самым вот страхи, вот именно в вашем случае, да, они являются тем инструментом, который помогает вам идти в ногу со своей душой. То есть если говорить одним словом, там, где страшно, там ваше направление, да, то есть вы интуитивно это чувствуете, да, и поэтому вас туда ведет, но включая эго, да, которое все оценивает, появляется некое такое сопротивление, да, нежелание что-либо делать. Но вы идете в ногу, когда у вас есть вот эти страхи. Дальше. Если я отклоняюсь, да, то в чем от своего пути? Давайте посмотрим. Если вы отклоняетесь, то в чем? Так, страстная любовь, непривязанность и служение. Вот я сказала в самом начале, как раз-таки по шуту, да, что вот ваша задача – это не привязываться ни к чему, это очень важно. Вот вы отклоняетесь тогда, когда вы привязываетесь к каким-то своим отношениям, да, когда у вас есть чувство, вот это там ваши уроки, вот вас учат как раз-таки по отношениям. Когда у вас появляется чувство любви, когда вы влюбляетесь, да, когда вы прям ощущаете важную значимость партнера, который находится рядом с вами, его задача – вас чему-то научить. Но вы, к сожалению, забываете об этом и возвышая его, ставя его на предистал, да, как своего кумира, как человека очень важного, значимого в вашей жизни, так как вы влюблены в него, вы тем самым начинаете привязываться, да, потому что он значимый, он важный, а все, то есть туда вы вкладываете много энергии. А то, на чем вы работаете, то, куда вы вкладываете очень много энергии по колесничему, это становится для вас важным и значимым, и тем самым вы привязываетесь и становитесь уязвимыми. Ваша уязвимость в отношениях связана с тем, что когда вы перестаете, скорее всего, когда вы находитесь в отношениях, да, у вас появляется вот это вот желание служить, но на самом деле служение должно происходить не людям, а вселенной. И вот здесь вот я вначале говорила о разрушении эго, а когда вы создаете себе кумира, в вашем случае это партнер, то есть вы служите как будто бы своему эго, и вот это вот служение, оно вас разрушает, вот в этом вы отклоняетесь, то есть вы должны наоборот смотреть на отношения, как некий такой опыт, и не привязываться, то есть любое время быть готовым потерять этого партнера из своей жизни, то есть быть готовым расстаться и не привязываться. Вот здесь вот ключевой момент, прям вот как в самом начале по задаче вашей души я говорила, так сейчас и происходит. То есть вы отклоняетесь тогда, когда забываете о том, что партнер – это лишь инструмент, способ вашего обучения для самопознания своих глубоких слоев, чувственном аспекте, да, когда вы раскрываетесь, то есть понимаете себя, на что вы способны, что вы можете чувствовать, что вы можете ощущать, свои собственные состояния, эти состояния, они дают вам расширение сознания, то есть вы начинаете замечать, замечать красоту, вы входите в единение с Вселенной, с природой, со всем, и вот это вот состояние единения, да, вы получаете, когда вы находитесь вот именно в некой такой влюбленности, но в какой-то момент вы переходите эту грань, и у вас появляется, ну, влюбленность перерастает, привязанность, и ваши вибрации понижаются, почему? Потому что вы теряете себя, потому что вы начинаете служить другому человеку и забываете о себе, и о том своем опыте, вот в этом у вас идет отклонение, что вам поможет выровняться со своим путем, в принципе, да, я уже обозначила, то есть не привязываться к партнерам, быть готовым потерять, но все же давайте посмотрим, что вас выровнит сейчас со своим вот этим путем. Если вы будете искать ответ на вопрос, именно что вас загоняет в какой-то тупик, почему вы теряете легкость к жизни? Вот легкость, да, в самом начале я говорила по шуту, что легкость, юмор, такое легкое отношение к жизни, почему вы теряете, на каком этапе вы теряете эту легкость взаимодействия, да, когда наступает тот момент, когда вы серьезно ко всему относитесь, да, к своим каким-то взглядам, возможно, к каким-то своим суждениям, мировосприятию, то есть вообще, когда вы относитесь к жизни не в потоке легкости, вот куда выведет, туда и выведет, все окей, что мне не дадут, я приму, потому что ваш путь безграничный, то есть вы ставите себе границы по восьмерке мечей в своем уме, в своих каких-то суждениях, и по пажу мечей вы должны задаться вопросом, где, когда я теряю, где я залипаю, да, что идет не так, почему я становлюсь, в какие моменты я выстраиваю себе эти рамки, что здесь за рамки, которые вы выстраиваете в своем развитии, с чем они связаны, о, сразу три карты выпали, с чем они связаны, с борьбой, с тем, что вы не принимаете какие-то, знаете, может быть, планы высших сил, я бы так сказала, на вас, да, когда вы выходите из своего баланса и равновесия, когда вы как раз-таки по колесничьему должны уметь совладать вот с этой двойственностью и подчинить ее себе, да, то есть уметь управлять двойственностью, а не становиться ее заложником, вот здесь вы теряете вот этот вот баланс, почему, потому что включается в какой-то момент ваш ум, какая-то внутренняя борьба, сопротивление, да, а это происходит как раз-таки, когда у вас есть страхи, а страхи у вас есть, тогда, тогда вы ставите сами себе ограничителя, и эти ограничения мы должны рушить, мы должны их поломать, и этому вы сопротивляетесь, ну, здесь вот мне кажется все очевидно, ну, по крайней мере для меня, напишите, насколько вам понятно, потому что карты сегодня прям вот четко, конкретно, красноречиво говорят об одном и том же, научитесь понимать работу своего ума, когда, какие убеждения у вас есть, которые вас останавливают, которые вас ограничивают, где, в какой момент вы теряете себя, ставите другого человека выше себя, важнее, и забываете, что служить вы должны вселенной, а не человеку, и растворяетесь в нем, вот, вот такой, такая у нас была с вами первая позиция, а мы переходим к позиции номер 2, и голубому камешку, и посмотрим с вами сейчас задачи вашей души, на вторую позицию, какая у вас здесь задача, вот ваша задача разрушить любую стабильность, любую систему, которая есть, то есть, если в первой позиции были разрушения каких-либо рамок, не важно, с чем они были связаны, то здесь у вас задача разрушать стабильность, разрушать системы, привычки, какие-то удобные, комфортные ситуации, которым вы привели, то есть, ваша задача двигаться вперед, не останавливаться, не, вы знаете, здесь такое ощущение, что вот комфорт, он для вас, комфорт, стабильность для вас, это очень-очень важно, то есть, четверка, она для вас, вот это вот постоянство, да, известность, она для вас очень важна, и вот задача вашей души, идти как раз-таки в неведомое, и выходить постоянно из каких-то застоев, то есть, стоит вам только к чему-либо привыкнуть, вот я не хочу сказать, что у вас это будут забирать, но вы сами должны себя вытаскивать из этого, то есть, вот вам постоянно нужна какая-то новизна, какое-то обновление, потому что вы очень быстро впадаете здесь, вот в какую-то апатию, да, то есть здесь идет, вот все приелось, вот устало, да, здесь есть такое состояние, что я хочу сохранить где-то то, что уже когда-то познала, то, что когда-то, вот вы какой-то здесь накопитель по своей природе, да, накопитель, возможно, каких-то благ, накопитель каких-то эмоций, состояние, очень часто возвращаетесь в прошлое, да, в том, что вам уже известно, знакомо, что вы уже прожили, быстро у вас опускаются руки, здесь вот вам постоянно нужно как-то себя мотивировать, что ли, воодушевлять, дайте я еще здесь уточню, что еще здесь, да, вот здесь надо как раз-таки разрушать, да, вот это вот, вот вашу какую-то медлительность, когда, знаете, чем она связана, вот иногда вы впадаете в какие-то там фантазии, размышления, начали что-то делать, где-то присели, оп, и зависли, вот здесь вот все зависания, они вас как-то останавливают, и почему, потому что много у вас вот периодов, когда ничего не происходит, когда вот вам для чего-то это нужно состояние, не то что апатия, а вот как будто бы все уже приелось, я уже все попробовала, я уже все знаю, я уже все мне неинтересно, вот здесь вот какие-то такие, знаете, тяжелые земные энергии, не хватает какого-то такого любопытства, интереса к жизни, вот это вот все должно разрушаться, у вас будут потери, вот потери, знаете, каждый раз, когда вы будете стараться, вот у меня такое ощущение, что вот вас учат здесь по финансам, по материальному какому-то аспекту, да, в том числе и по здоровью, здесь будут у вас постоянно забирать, вот вы будете, очень много потерь здесь будут разных, опыта, финансов, каких-то ваших навыков, умений, чтобы вот вы постоянно двигались, чтобы вы умели делать выбор, чтобы вот вы нащупали, да, и постоянно двигались по зову своей души, остановку у вас здесь есть, здесь нету обновления какого-то, да, застой постоянно, и вас надо вытаскивать с этих застоев, вот вы как королева воды, да, здесь королева кубков, да, вы чувствительные, вы эмпат, вы эмоциональные, вы можете, ну, тонко чувствовать людей, тонко чувствовать мир, но дело в том, что вот вы залипаете, может быть, даже залипаете в эмоции других людей, то есть как эмпаты вы их чувствуете и держите их в себе, да, то есть если вы работаете с людьми, перенимаете их какие-то, ну, чистить, допустим, как целители, негативных опытов вы их себе держите, вы не можете их сбросить, не умеете, вот нету обновления в энергиях, да, застой, очень много такое, знаете, вот как желе, я даже не знаю, как это объяснить, ну, вот здесь вам, вы себя теряете, как понимание, скорее всего, знаете, вот как вода растеклась, и вроде нету какого-то вектора, направления, да, ну, вот как лужа, она есть и есть, и она превращается в болото, а вам надо быть постоянно проточенной водой, чистоту соблюдать, а она приходит только через дальнейшее действие, а вы очень сильно залипаете в людях, сочувствуете, переживаете, держите негативные эмоции почему-то, а вам надо постоянно обновлять свои знания, свое новое видение, вот из-за того, что вы это тонко умеете, чувствуете, да, вот вам не хватает постоянно любопытства, а это как любопытство вас включит в дальнейшее движение, да, знания у вас есть, но здесь больше я бы сказала, что вот как-то не хватает какого-то опыта, действий вам не хватает, вот, действий вам здесь не хватает, насколько вы идете в ногу задачами своей души, то есть насколько вы разрушаете вот эти системы, которые создаете, где есть комфорт, удобство, насколько вы преодолевая какие-то свои привычки, вам не хватает дисциплины, мотивации, вот прям огонька какого-то не хватает, насколько вы идете в ногу со своими задачами поставленными, вот этим вот движением. Стараюсь, пауза, потому что я стараюсь прочитать, что здесь написано, вот, но буквы для меня достаточно мелкие уже, все. Вот смотрите, первые позиции, когда вы подали страхи, я говорила о том, что они идут в ногу, да, и отсюда у них появление страхов, здесь же нужно вам еще поработать, да, вот здесь такое ощущение, что вы вроде идете в правильном направлении, но не в ногу, не в ритм, почему? Потому что выпала карта самовозвеличивания, здесь надо еще много чего поработать с вашим эго, потому что вы как будто бы не совсем замечаете его, то есть оно так маскируется, что вы не совсем понимаете, здесь знаете, какая-то такая вот уловка, очень интересно, что в каких-то ваших суждениях, что вы видите позитивную сторону, то, во что вы верите, да, своих собственных мыслей и суждений, но в них есть как-то вот негативное все-таки проявление, которого вы не видите, то есть здесь как-то вот это вот самовозвеличивание, оно может проходить как по жертве, да, то есть кажется, что мне пользуются, меня используют, и я жертва, но на самом деле вот здесь вот эта вот жертва, она в какой-то момент перетекает в преследователя, который говорит о том, что посмотри, какой я хороший, да, то есть вот обрати на меня внимание, да, я вроде бы и жертва, да, я ради тебя жертвую многим чем, но я это делаю, потому что у меня есть возвышенное понимание, да, как устроен мир, то есть вот какие-то ваши такие благие намерения, да, вот эти вот какие-то осуждения, что я не буду падать до твоего уровня, вот в нем проскальзываются какие-то нотки вот этого эго, да, самовозвеличивания, то есть я благородный, и я не буду с тобой конфликтовать, чтобы не упасть до твоего уровня, да, вот здесь вот какая-то гордыня все равно проскальзывает, обратите на это внимание, потому что с этим нужно поработать, это тоже привычка какая-то вот, которая и вводит вас потом вот в эту вот апатию, депрессию, меня никто не понимает, мне как-то сложно, нету легкости, я уже от всего устал, вот это вот связано вот как-то с этим, когда вы сами себя возносите, да, что у меня здесь еще и иерофант выходит, у меня много знаний, я понимаю, вот вы как-то себя возвышаете выше других людей, но это тоже уловка ума, потому что здесь еще есть и, ну, тут вы знаете, тщеславие, гордыня здесь проигрывается, а проигрывается она из-за страха, ну, то есть вы здесь чего-то боитесь, поэтому вы себя так ведете, поэтому у вас как-то идет вектор, может быть, в правильную сторону, но ритм быстрее, чуточку быстрее надо с этим, вы как будто бы застреваете, начинаете в себе копаться, разбираетесь, застреваете, вместо того, чтобы довести до ума, то есть делать какие-то выводы над собой, да, вы бросаете, потому что вы устаете от самокопания, потому что она ни к чему вас не приводит, они приводят к тому, что вы не видите как-то вот другую сторону медали, как-то однобоко ищите. Вот здесь страх потерять стабильность, понимаете, здесь страх потерять какие-то материальные блага у вас есть, поэтому по четверке пендакли вы держитесь изо всех сил то, что когда-то наработали, здесь вот страх, что я снова никогда у меня этого не будет, я никогда не получу, я никогда не смогу себе, позволить вот именно что-то для себя, надо все время делать для других, вот здесь вот материальный, физический мир, он вот прям... Ваш-ваш, здесь даже для женщин в какой-то момент, может быть, вставал вопрос, что нежелание иметь потомство, потому что я не хочу жертвовать, допустим, там, с собой, своим телом, там, я не знаю, я так столько сил прикладывала для того, чтобы похудеть, а теперь снова буду беременеть, и у меня будет лишний вес, вот здесь вот какие-то вот такие страхи связаны со своим телом, со своим внешностью, с молодостью, вот здесь тоже по возрасту, тоже может быть, ну, страхи какой-то стабильности постоянной, поэтому вот в них как раз-таки и зарыто ваше развитие. Хорошо, если я отклоняюсь, то в чем? Давайте посмотрим. Вы как-то не можете смириться, да, как-то вот с принятием, нет у вас принятия вот этой двойственности, да, как-то противоположности вы не можете в себе соединить для того, чтобы вот это вот белое и черное, чтобы двигаться дальше. Вот здесь вот по двойке луков, вот очень-очень хорошо картинка показывает, вот смотрите, сидит человек на всем этом хламе, да, глаз над ним открытый, здесь карта говорит о том, что вы уже давно знаете, что надо дальше двигаться, вам уже некомфортно, неудобно сидеть в такой позе, потому что много всего насобирали, здесь цветы, ну то есть и будущее, и прошлое, и все вместе, и как будто бы не видите выхода, да, вы его знаете, но выхода вы как будто бы не видите, куда вам дальше двигаться, как-то застряли. Ну я же говорю, у вас периодически отклонение идет в том, что вы застреваете в своем движении. А почему вы застреваете? Как-то не можете смириться, принять что-то, почему вы застреваете? Ну в своих каких-то фантазиях, да, потому что вас искушает дьявол, это ваше соуязвимое место, и дьявол вас здесь искушает в этом, да, как-то играет с вашим умом, и здесь будьте внимательны, я бы так сказала, не будьте марионеткой, здесь надо иметь какую-то ясность ума, трезвость ума, вот периодически в иллюзии вы впадаете, с чем они связаны, что вы не можете выбрать, да, не видите каких-то шансов для дальнейшего своего продвижения, что как будто бы вы ждете, у вас нету понимания, что вы создаете свой мир, да, что вы ответственны абсолютно за все в своей жизни, да, а у вас есть такое ощущение, что вот как будто бы я жду шанса, что мне вселенная даст, а вам надо самим создавать этот шанс, вот в чем причина, что вы как будто бы, знаете, перекладываете ответственность, что, допустим, там, у меня болезнь, да, я не виновата, но на самом деле у вас нету вот этого вот понимания, да, что я, допустим, жертва стала какой-то болезнью, и теперь я ничего не могу сделать, и вы уповаетесь на своем достигнутом, вам нужно понимать, что и болезнь-то вы создали, вы за нее ответственны, нету ничего в этом мире, в вашей жизни, именно в вашей жизни, в вашей ситуации, то, как вы проживаете, то, что было бы извне, это вы создаете, это ваша ответственность, я ответственность, вот вам нужно копнуть вот в это я, где-то вот там игры ума, разума, что ответственность на вне, а вам надо этот фокус на себя перенести, и стать победителем, вы сами себя должны победить, вы должны осознать, что вы делаете выбор, что вы сами себе сердце разбиваете, не кто-то вам это делает, нет у вас таких, знаете, вот у вас есть интуиция, но нету каких-то глубинных пониманий именно самого себя, вот нету вот этого вот баланса, какой-то здесь детали не хватает, чтобы пришло вам полное осознание, то есть у вас есть какие-то разрозненные знания, но одной какой-то вещи, вот связывающего какого-то материала, который бы все это склеил, некого такого клея нету пока, потому что вот этим клеем будет понимание, что я, 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 я являюсь причиной всего, я и моя ответственность абсолютно все, всего, что со мной происходит, абсолютно за все, но это принять, вот здесь этого принятия нету, потому что вы не можете примирить в себе, соединить в себе, как только произойдет это единение, тогда вы сможете сделать вот прям вот это вот действие, шаг вперед в неизведанное, вам станет легче, а пока дьявол, он с вами играет, что вас выровнят с этим путем, вот я как будто бы угадываю, да, эти вопросы, я уже сказала, оставить свое прошлое позади, два дьявола, вот два дьявола с двух колод выпало, не случайно, оставьте позади, да, вот эти вот все ваши привязки к материальному миру, все вот эти ваши уже не страхи, а фобии, вот знаете, вот эти вот иллюзии, некого такого идеала, который вы сами себе придумываете, как о себе, так и о мире, вот это вот ваша утопия, философии, которой вы придерживаетесь, такое ощущение, что вот нужно спуститься с небес на землю и посмотреть, то есть с одной стороны у вас есть привязка к этому материальному миру, а с другой стороны вы его как-то оцениваете вот с точки зрения какой-то вот возвышенной утопии, вот как-то более реалистично надо смотреть на вещи и на мир, прошлое, оно должно остаться, вот оно уже отжило себя, что в этом прошлом, которое вы никак не можете оставить страшно, страшно принять ответственность, страшно как-то, знаете, вот отстаивать себя, отстаивать свои границы, да, вот именно понимание себя, вот вам кажется, что если я буду конфликтовать, это вот как раз-таки идет в разрез вашего понимания, мировоззрения, что душа, она светлая, она возвышенная, она ни с кем не борется, да, и как я буду конфликтовать, вот я же говорю, вот это вот, здесь, вот в этом понимании зарыт это змея, вот это вот гордыня, на самом деле это не значит, что если вы отстаиваете себя, какие-то свои позиции, что вы спускаетесь до уровня, да, тех людей, когда, ну, есть такое ощущение, да, что я буду бисером перед свиньями метать, вот, вот, я понимаю то, что я сейчас говорю, вам это неприятно, и это больно, я, я это знаю, я это осознаю, потому что я сама с этим когда-то сталкиваюсь, это было сложно принять, и однозначно вы это и не примете, потому что в этом-то и есть урок, но если вы это пересмотрите, да, вот эту вот позицию, здесь вот ответ, вопрос ответственности, да, и здесь страшно, страшно, и вам нужно укротить этот страх, что я ответственная, что просто я не конфликтую по той причине, что я не готова отстаивать свои границы, потому что, вот, конфликты, мне кажется, что это как-то, ну, ниже вас, что ли, но тем самым, не отстаивая себя, вы теряете себя, и вы себя перестаете уважать, и тем самым люди вас не уважают, и включаете вот этот вот сценарий жертвы, и вот здесь вот у вас есть вот это понимание, что вы являетесь причиной, не мир относится к вам по-скотски, а вы этого, это транслируете, это ваша проекция, как будто бы вы просите, мир покажи мне, моё мировосприятие, да, вот именно через негатив, и вам этот негатив показывают, да ваш урок на самом деле, потому что вы создаете очень много идеалов, вот их вам нужно разрушать, да, да, у вас будет шанс сфокусироваться, это увидеть, но шаг за шагом, один шаг делать, это рутинная такая работа в поисках, в аналитике себя, в понимании себя, но через взаимодействие, через коммуникацию с другими людьми, но это вам нужно будет сделать, это поможет вам выровнять вот именно вот этот вот ваш путь, то есть быстрее, вот кажется, я здесь сказала же, да, шаг за шагом, то есть не торопиться, но вот именно вот в этой медленной, нерасторопной жизни, да, вы быстрее набираете ритмы, и пойдете в унисон со своей задачей души, чем то, как вы сейчас зависаете, не двигаетесь вообще, да, то есть здесь не то, что быстро, прямо скачкообразно двигаться, нет, шаг за шагом, но это тоже продвижение, а у вас его сейчас вообще нет. вот такая вот у нас была вторая позиция, и мы с вами переходим к позиции номер три и красному камешку, в чем ваша задача души? здесь, знаете, как здесь идет завершение опыта какого-то, вот мне кажется, вы его накапливали не в одном воплощении, именно по как-то здесь идет, знаете, собирание каких-то своих частей воедино, вот какой-то целостной вашей личности, то есть здесь вам не столько нужно накапливать этот опыт, да, потому что он у вас идет из прошлых воплощений, насколько собрать вот в этом воплощении воедино то, что вы уже знаете, и как-то стать целостной вот этой вот личностью, да, здесь, мне кажется, такое ощущение, что вот надо осознать себя, то есть у вас опыт вашей души, здесь задача через осознавание себя, кто вы есть, потому что по колесу фортуны такое ощущение, что здесь цикл завершен, и у нас сразу выпадает десятка пендаклей, что тоже говорит о завершении, причем не просто завершении какого-то этапа, а именно всей колоды Таро, это последняя карта в колоде Таро, то есть здесь путь в принципе завершен, здесь мы уже спустились на землю полностью, и у нас идет путь по возвращению, да, обратный путь наверх по древу Сферот, и здесь получается так, что вот задача вашего воплощения собрать все, что вы когда-то нарабатывали, осознать это, вспомнить, переработать, и уже вот такой вот целостной личностью двинуться вперед. Здесь вот какой-то глубокий такой урок. Здесь как будто бы задача, знаете, получать удовольствие. Удовольствие от наслаждения именно от самого процесса жизни. Но здесь есть некая такая иллюзия, да, некий такой обман касательно либо понимания, что есть семья, что есть род, либо здесь касательно понимания вообще материального мира. Вот так вот. Здесь, знаете, как? Здесь идет понимание того, что как будто бы у вас есть какие-то иллюзии в контексте того, что вот вы обновляетесь. У меня есть такое ощущение, что вы как будто бы застряли в каком-то своем... Здесь то, что нужно вам уже перейти на другой уровень, да, а вот вам кажется, что вы еще недостаточный, у вас есть опыт. И вот вы ходите по колесу, по этому сценарию, одно и то же, одно и то же, как будто бы вы говорите, еще вот этот опыт я не получил, еще вот этот опыт не получил. Но вот в этом есть обман и иллюзия. На самом деле вы должны уже давно перейти на другой уровень. Здесь уже как будто бы, знаете, вы уже накопили этот опыт, как я говорила ранее. Он у вас уже есть. Но вы почему-то не видите это, не замечаете, не можете перешагнуть на другой уровень. Не получается у вас. Вот вы как будто бы говорите, мне-то, знаете, вот... Ну, не знаю, как девушки, да, вот покрасимся, вот уже все, вроде бы все. Все нанесла, все необходимые там мейкап, все, что нужно. И вот стоите перед зеркалом, и вот еще нужно немножечко ружь, и еще вот немножко вот теней здесь добавлю, и вот еще здесь подрисую. Вот здесь что-то такое. И вот это вот уже лишнее, это уже перебор, понимаете? И вы этого не осознаете. Вы как будто бы застряли. Вот здесь вот идет застревание, а вот ходите, остаетесь на второй год одно и то же, одно и то же. И вот вам нужно это понять, вот именно вот в этом воплощении, что хватит уже ходить по кругу, уже... Ну, уже у тебя все достаточно. Здесь решительности не хватает, знаете? Вот принять решение и шагнуть в новое. Вы как будто бы здесь, знаете, сами себе говорите, что вот я еще не полностью хорошо разбираюсь, как будто бы вот в материальном мире не очень-то достаточно хорошо. Вы понимали, допустим, как зарабатывать деньги, как приумножать. Здесь вот как-то фокус на какие-то земные вещи материальные. А вам надо уже двигаться в более духовную, но другой уровень, да? А вы как будто бы застряли вот в этом мире. Вот прям иначе сказать не могу. Вот вы как будто бы не можете исцелиться. Вы вот закрылись, как будто бы сами себе блок поставили. Я не знаю почему. Вот вы не идете дальше. Не идете дальше в своем развитии. Вот вы закрылись от него. Вы слышите голос, да, своей души. Вы понимаете, куда вас зовут. Но вы не хотите идти туда. А почему? Здесь такое ощущение, что вы не хотите перейти на другой уровень. Почему-то здесь за что-то вы цепляетесь. Вам кажется, что вы не видите шанс. Что здесь, знаете, вы как будто бы ждете шанс от вселенной какой-то, чтобы она вам показала, чтобы она вам указала, куда вам идти, что вам делать. Чтобы вам показали, что все, какой-то знак вы ждете. А получаете ли вы его? Ну да. Через какое-то свое мастерство, свое умение вам там этот знак показывают. Сейчас, знаете, здесь как-то вот необычно пошла немножко ветвь интуитивный. Какой-то вот поток пошел как-то иначе. Здесь ваша душа, она достаточно уже высока в своем развитии. Но здесь как-то... Здесь вам в этой жизни не опыт надо получить. А здесь вам в этой жизни надо принять решение и двинуться дальше. Вы как будто бы не принимаете свое мастерство какое-то. Вот через ваше мастерство, через ваше умение, навыки, вот там вот вы перейдете как-то на другой уровень. Вот как-то взросление. Вы не принимаете свой... Вам кажется, что вы еще недостаточно зрелые, недостаточно взрослые. И ведете себя как-то, ну, не подобаючи своему возрасту. Я не про биологические говорю, я про зрелость души говорю. Что это за умение? Знаете, как-то умение управлять своими инстинктами. Вот я же говорю здесь вот как будто бы вы... Вы не осознаете, здесь нету осознания, что вы уже умеете... Здесь такое ощущение, что вот как будто бы вами управляет ваши инстинкты, ваш ум, и вы как будто бы еще недостаточно знаете, как с ним справиться, все такое. Это на самом деле брехня, потому что по факту вы уже мастер своего дела, вы знаете, ну, то есть вы являетесь владыкой над своим умом, да, вы являетесь уже хозяином. Вот вы занимаетесь обманом, честно, вы занимаетесь фигмой. Почему? Почему? Здесь как-то вот вы... я не могу понять, здесь как-то даже высшие силы стараются вам, учителя, не стараются вам как-то это показать, а вы не видите. Здесь какая-то связь есть. Ощущение, что вас и учителя вытаскивают, да, и говорят уже все, переходи на другой уровень, а вы не идете. Почему? Потому что вот вы как будто бы уперлись вот в своем каком-то удовольствии, наслаждении, и вам кажется, что нет, я не готова, я не зрелая, и все такое. И вот вас как будто бы вытаскивают, вытаскивают, а вы нет. Ну, тупо уперлись, и... либо получаете удовольствие от того, что не развиваетесь, то есть вы достигли каких-то вершин, вот вы упываетесь на этих лаврах, а дальше двигаться не хотите. Потому что дальше там уже намного серьезный уровень, а вы в него не входит такое ощущение, что как будто бы дальше должно пройти пробуждение какое-то. А вы как еще говорите себе как в детский сад, тут я еще хочу в песочнице поиграться, я не хочу вам говорить, вы уже наигрались, уже все, уже пора пробуждаться, да, уже пора заслеть, уже увидеть, отличать реальность от иллюзий. А вы как будто бы уперлись и нет, нет, покажи мне знак, вам показывают знаки, а вы его не-не, это не знак, это я себе напридула, не-не, это не это, вот отказывать, понимаете, уже вселенная не знает, как до вас достучаться. Ну, давайте посмотрим все-таки, насколько вы идете в ногу задачами своей души. ну, вот я говорю, вам нужно здесь плакарта рождения, исполнение жена, то есть вам нужно, как будто бы, знаете, переродиться, переродиться заново, ну, то есть делать этот шаг, да, чтобы реализовать какие-то свои желания через мастерство, то, что вы умеете, а вы это не делаете. Причем, вы знаете, вы как будто бы сами себя насилуете, да, вот вы чувствуете вот эту вот силу вашу внутри, которая уже пробуждается. Вы ее ощущаете, но вы ее как будто бы насильно туда затягиваете, здесь такое, знаете, ощущение, как будто бы где-то в прошлых воплощениях вы себе, вы как будто бы уже сталкивались с этой силой вашей внутренней и то ли вас наказывали за нее, то ли там какое-то насилие было, то ли еще что-то, но вы как будто бы себя в рамках безопасности заблокировали это. И сейчас в этом, в этом воплощении вам как раз таки говорится, что пришло время разблокировать эту силу, а вы не хотите, потому что страх еще остался того наказания, которые были в прошлых воплощениях. И вот здесь вот вы как будто бы себе не позволяете пробуждение, вам уже говорят, уже все, уже, ну этот страх, он, вы уже в другом воплощении, сейчас другие ситуации, другая площадка, другие возможности, здесь уже нечего бояться, то есть это уже безопасно, а вы в рамках самосохранения как будто бы, как будто бы себя останавливаете. вот здесь вот в этом, в этом-то вся и причина вас самих. Так, хорошо, давайте теперь посмотрим, отклоняетесь ли вы со своего пути и в чем, ну хотя в принципе, у меня уже говорила, не подклоняетесь, в том, что вот никак не можете реализовать вот это вот вашу задачу души и от этого как-то сильно, ну здесь скорбь, здесь переживания очень сильнейшие. как-то у вас долгое время и это не получается. Вы осознаете однозначно свою вот эту вот задачу. как-то вот не получается, вы не получаете удовольствия от коммуникации. здесь такое ощущение, знаете, что как-будто бы вам это надо реализовать в паре, потому что здесь выпала королева педакли и король педакли. То есть вам как-будто бы здесь вот такое ощущение, что вот это вот ваша сила, знаете, вам не хватает ощущения безопасности. И потому что вот когда есть вот это вот ощущение выживания, некий страх опасности, вы не можете как-будто бы вот эту вот свою силу разблокировать. И вот опасность для вас, либо безопасность, да, как вы посмотрите, неважно, она блокирует как раз-таки вот эту вот вашу силу. То есть ваша задача души – это перейти на другой уровень. Перейти на другой уровень – это значит дополнительные ресурсы силы раскрыть в себе. у вас есть понимание, что в прошлой жизни это было небезопасно, у вас есть уже этот опыт, вы его помните, поэтому в этой жизни вы создаете какие-то ситуации, в которых вы не чувствуете себя в безопасности. Вот вам вот это вот выживание, вот это вот страх, вот вам надо успокоиться, а успокоиться вы сможете только будучи в паре, каких-то вот возможно официальных, в официальном браке, когда вы именно чувствуете заботу мужчины, внимание, да, защиту, защищенность. Вот здесь вот в паре, если вы женщина в паре, а если мужчина, вы должны давать эту защищенность. Вот здесь вот как-то вот через отношения к вам придет, но не через любовные, здесь не про любовь, здесь не про чувства, здесь вот Вот именно через вот это вот ощущение, что со мной все окей, со мной ничего не произойдет. На крайний случай есть человек, который обо мне позаботится. Но здесь вот как-то вот такой уверенности вам не хватает. Ну, вы обманываете себя, вот вы не принимаете штамп. Что вы не принимаете? Ну, вот вторая колода говорит об одном и том же. Вы не принимаете как-то свое мастерство, свое умение. Вы через него. Здесь, знаете, какое пересечение идет в паре, ваш партнер дает вам какую-то уверенность, стабильность. Я не про финансы, я про состояние. А тогда вот вы, знаете, вот какая-то вот поддержка. Вот вам не хватает поддержки, даже если, допустим, предположим, что это не партнер, а вам поддержки не хватает, да, вот человека, на которого можно опереться, на которого можно понадеяться, который бы вас поддерживал и сказал, вот иди, иди, все окей, я с тобой. И тогда вы можете в своем мастерстве развиваться, проявить себя, и там раскроете свою силу. Вот через то дело, через те навыки, способности, которые у вас есть. Здесь вы хитрите в том, что вы нацелены на это, на самом деле вы не принимаете. Вот вы как-то какие-то свои дары не принимаете, не раскрываете, вы знаете почему. Но вот вам нужен человек, вам нужна эта безопасность. Что меня выровняет на этом пути? Отпускание прошлых страхов, перерождение, опять перерождение. Тем самым вы найдете и обретете свои души. Вы как будто бы потеряли, да, ну вот, не можете реализовать задачи своей души, вы потеряли себя, поэтому у вас такое вот ощущение потерянности может быть. Прошлое, поэтому уходите, да, там страшное. Прошлое не в этой жизни, прошлое отношение, прошлое воплощение. Вот надо это все оставить, переродиться, оставить абсолютно все, вот эти вот прошлые опыты. Здесь ключевое вот именно понимание, кто работает с регрессиями, тот поймет. Здесь надо понять, что в прошлом было не время, а сейчас вот время. Сейчас ваше время найти. Отморозить свою душу, как-то найти контакт с ней, наладить. Да, вы боитесь своих способностей, да, здесь вот точно, здесь вот прям. Вы боитесь идти по зову своей души, и это проявляется в вашем мастерстве. То есть то дело, которым вы занимаетесь, а вы знаете, что это за дело, через него вы можете раскрыться и выйти на другой уровень. То есть если здесь, допустим, проходят коллеги, люди, которые занимаются практиками, магиями и так далее, не надо бояться, вас не зря туда тянет, куда вы идете. Надо поверить, а поверить сами вы не можете, потому что есть в вашей памяти этот страх. Поэтому вам нужен человек как страховка, как опоры, как поддержка. И вам поможет выровняться не нахождение такого человека, а самому поверить, поверить, вспомнить, вспомнить, что тогда были другие какие-то ситуации, и поэтому обоснованный был ваш страх. Надо поверить, просто это знак свыше, поверить. Сможете ли вы поверить? Да, сможете. Вот здесь звезда, смотрите, в трех разных колодок звезда выходит, да, знаки. То есть да, вам надо нацелиться, вам надо решиться. Здесь решимости вам не хватает выйти на этот уровень, нацелиться, сфокусироваться, захотеть и двинуться, сделать прорыв, выйти. Вот в этом воплощении задача вашей души, в этом и заключается выйти на другой уровень. Я не... Другой уровень для меня это не понимание того, что я стала более духовной, там, или еще что-то, нет. Это про раскрытие своей силы внутренней, да, способностей своих, умения различать иллюзию от реальности. Это другой уровень сознания, ну, проще говоря, пробудиться, да. Кому как понятнее слова здесь про пробуждение. В этой жизни вы должны пробудиться любыми, как говорят, мы учиться, любыми известными вами способами. Ну, вот такой у нас был с вами расклад. Расклад, благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение, потому что, видимо, не доходят до вас оповещения, да, многие не смотрят, потом говорят о том, что почему я не увидела ваш новый расклад. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать ваши дизлайки, лайки, они и те, и другие принимаются уже, уже это мой прогресс, да. А я с вами прощаюсь до новых раскладов. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»